Семья там, где тебя любят. Так сложилось, что у Лены таких мест теперь несколько. Они не виделись шесть лет, с тех пор, как девочку удочерили американские родители. Воспоминания, конечно, всплыхнули. Увидела всех своих друзей, увидела всех своих воспитательниц. Я просто очень рада, знаете, что у меня есть возможность здесь быть опять и вспомнить свое детство. Это поездка-подарок Лене за отличную учебу. В Мариуполе семья пробудет целую неделю, а потом отправится в Италию. История Лены просто удивительная. В центр опеки она попала, когда ей было почти 9 лет. Через время американская пара удочерила ее лучшую подругу Машу. Девочки тяжело переживали разрывы, родители решили забрать в Америку и Лену. Она быстро влилась в семью. Говорит, ее очень любят. А самым сложным было не адаптироваться к новой жизни, а не забыть родной язык. Например, ее теперь уже сестра Маша его не помнит. Для Лены очень важна родина, и она не хочет потерять с ней связь. Вот у меня на ребре герб Украины. Поэтому каждый раз, когда меня люди спрашивают, откуда я, и что эта уровка означает, я им рассказываю об Украине, и все, что здесь сейчас происходит, и что это моя страна. Я всегда буду украинкой. Встретить Лену вышел практически весь детский дом. Все эти годы они поддерживали контакт, а некоторые воспитанники и воспитатели познакомились по интернету. Мы за то, чтобы каждый ребенок имел семью, чтобы был счастлив, вот так глаза горели радостью, как сегодня мы видим нашу воспитанницу Лену. Самое главное – это то, что ребенок обрел семью. Да, Лена, это самое главное. Не важно, какая это семья – Америка, Испания, Франция, Украина, Россия, абсолютно не важно. Важно, чтобы у каждого ребенка была семья, любимая и любящая. Я права, да, Лен? То есть это то, о чем мечтает каждый ребенок. Сейчас в Центре опеки воспитывается 147 детей. Все они тоже мечтают о крепкой и любящей семье. Ольга Беспалова, Алексей Клименко, информационная программа «Зеркало».